Добрый день! В эфире православный календарь, программа Якутской епархии. Сегодня мы расскажем. Правящий архиерей посетил Западную Якутию и Чуропчинский Улуз. В республике отметили пятилетие проведения богослужений на современном якутском языке. Смотрите в рубрике «Якутия православная». Идем в храм. На вопросы телезрителей отвечает игумен Никон. Серафим Расстрелян 11 декабря 1937 года на полигоне НКВД в подмосковном поселке Бутово. Прославлен в лике святых священомучеников Русской Православной Церковью в 1997 году. В свой архипастерский визит в Западную Якутию архиепископ Роман начал с посещения города Мирный, поселка Алмазный и города Ленска. В Ленске архиерей совершил божественную литургию и осветил место для часовни. Земля сияла для строительства часовни во имя Отца и Сына и Святого Духа. Затем Владыка посетил концерт воспитанников воскресной школы при храме святителя Иннокентия в Ленске. В программу концерта входили богослужебные песнопения, народные песни, чтение стихов, а также кукольные представления по мотивам книги Иова. В культурном центре Сергея Владыка встретился с учащейся молодежью Ленского района. В ходе встречи архипастерий ответил на разные вопросы, от самых личных до касающихся общецерковных и общественных проблем. Нынешний мой приезд связан с двумя датами. Первая дата – это 15-летие со дня освящения храма, нынешнего храма в честь святителя Иннокентия. И вторая дата – 20-летие со дня возрождения, восстановления деятельности церковно-приходской, а в нынешнем названии – воскресной школы. Мы совершили богослужение, мы имели общение с прихожанами, мы имели общение с молодежью. И все это для того, чтобы духовная жизнь здесь, в городе, в Ленском районе, была благодатной, последовательной и активной. И все это для того, чтобы каждый житель имел возможность еще ближе приблизиться к Богу, источнику всех благ. Чтобы после встречи в молитве со Христом жизнь каждого человека преображалась и становилась более благодатной, достойной и светлой. Архипастерский визит архиепископа Якутского и Ленского романа в Чуропчинский улус начался со встречи с главой Андреем Наговицыным. В ходе беседы обсуждался вопрос о завершении восстановления Вознесенского храма. В Чуропчинском улусе были совершены молебные пения в храмах Вознесения Господня в селе Чуропча и Хаисыцкой Николаевской церкви в селе Орылах. Молебен стал первым богослужением в Хаисыцкой церкви с 1924 года. Несколько жителей Орылаха после огласительной беседы приняли таинство крещения от руки правящего архиерея. Каждый новообращенный православный христианин получил текст молитв на якутском языке. Первая божественная литургия на якутском языке состоялась 19 июля 1859 года в Якутском Троицком соборе. Святитель Иннокентий Московский сам служил молебен и читал Евангелие. Народ Саха до того тронуло это событие, что старшины от лица всех своих собратьев представили владыке Иннокентию просьбу, чтобы день этот навсегда стал праздничным. Сегодня богослужения на якутском возобновились вновь. Тексты были переведены на современный якутский язык. Пять лет назад, в 2011 году, трудами переводчиков нашего переводческого отдела Якутско-Еленской епархии, был совершен перевод на якутский язык, текст, текста божественной литургии. После утверждений его нашим синодальным отделом издательским и издания этого текста в виде достойной книги, тот час богослужения, первая литургия воскресного дня, началась регулярно совершаться при Абажанском соборе в течение пяти лет. Мы видим, что за это время еще более и более людей прикасаются к этому священному действу, не просто будучи лишь слушателями, но вполне соучастниками, потому что они понимают своим языком, родным языком, суть того, что происходит за божественной службой. Я очень рад этому маленькому юбилею. Я поздравляю нашей епархии, поздравляю всех, кто сегодня совершает литургию на якутском языке в Сунтарах, в Нюрбе, в Верхневилюйске, в Вилюйске и в иных улусах нашей республики. Общественность, прихожане выразили благодарность архиепископу Роману за возобновление богослужений на якутском языке. И сегодня то, что служба проводится на якутском языке, это второе дыхание, это оживление, это надежда на будущее. Поэтому мы очень благодарим, молодыка Роман, что вы дали возможность именно прозвучать все те молитвы, которые у нас есть на якутском родном языке. Тогда, 157 лет назад, над переводом священных текстов трудился сам святитель Иннокентий и первый якутский епископ Деонисий Хитров. Именно они составили первый алфавит якутского языка и сделали перевод священного писания. Таким образом, якутский язык обрел письменность и сегодня, спустя полтора века, развился настолько, что потребовался новый перевод. В те времена, конечно, реалии были другие. И вот те переводчики, конечно, соблюдали вот эти реалии языковые, вот 19 века. А сейчас, в 20 веке, вот, в связи с массовой письменностью якутов многое изменилось. У нас новые стили появились, наушный стиль, вот, например. И много терминов появилось. Так что, вот, много времени прошло, поэтому язык меняется, меняется. И все это надо учитывать переводчикам. Богослужения на якутском языке сразу же завоевали популярность в народе. И первыми, кто потянулся в храм, стали молодые люди. Духовная свобода. В душе свобода. Поэтому я понимаю, и это мой язык родной. Божественная литургия на якутском языке проводится по воскресеньям в Преображенском кафедральном соборе. Идет рождественский пост. Как праздновать Новый год во время поста? Здесь нам поможет игуменникон. Празднование гражданского Нового года сопряжено с днями рождественского поста. И в это время для человека верующего, особо недавно вступившего в церковь, вступает первое такое испытание, дилемма о том, как поступить, что делать. С одной стороны, обычная и многолетняя дружба со знакомыми и родственниками, доброе общение и теплая компания предлагают также провести вместе. Нас никто не заставляет заниматься в этот праздник чревоугодием, никто не заставляет заниматься излишним винопитием и тем более грехом пьянства. Нас приглашают всего лишь к дружбе и общению, что мы можем по закону любви исполнить. «Господь научил меня любить врагов. Без благодати Божией не можем мы любить врагов, но Дух Святой научают любви, и тогда жалко даже и бесов, что они отпали от добра, потеряли смирение и любовь к Богу». Преподобный старец Силуан. Продолжение следует...